Друзья, добрый день! Всех приветствую! Итак, у нас с вами сегодня Константин Георгиевич Паустовский. И такая тема лекции, даже ее можно назвать и темой, и эпиграфом к лекции. Это слова самого Паустовского. Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости. Вот смотрите, как прибавил к зрению немного зоркости. Зрение может быть самым разным и не очень хорошим. А вот зоркость – это как раз-таки такая острота зрения. То есть, по мнению Паустовского, писатель – это тот, кто заставляет человека или позволяет человеку, или дает возможность человеку видеть мир более зорко, более остро. в каких-то деталях, в оттенках, в мелочах. Так что сегодня говорим о Паустовском, о писателе, который как раз-таки вот эти самые детали, оттенки, тонкости очень хорошо улавливал в своей прозе, в своих произведениях. Так, всех приветствую, кто присоединяется. Ну, в начале года жизни, 1892-1968, то есть, собственно, творил Паустовский в первой половине XX века. Ну, так, чуть-чуть уже даже за первую половину XX века. И сначала немного о писателе. Как он о себе говорил, москвич по рождению и киевлянин по душе. Родился Паустовский в Москве, но его детство прошло в Киеве. И там же, в Киевской гимназии, проявился интерес к путешествиям. Появилась такая любовь к географическим картам, любовь к книгам о дальних странах и о приключениях. И, соответственно, тяга к познанию мира, тяга к путешествиям. Начал Паустовский писать стихи. То есть, его первые литературные опыты были стихотворные. Но потом перестал он стихи писать. Они на его взгляд, он уже потом это оценил, уже в более взрослом возрасте, с помощью одного знакомого редактора, понял, что они были такие слишком вычурные, слишком пышные, с неестественными красивостями. И писать стихи он перестал. И в юности Жейл, первые рассказы еще, создавал. И так он говорил о своем юношеском творчестве. Мое состояние можно было определить двумя словами. Восхищение перед воображаемым миром и тоска из-за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и в первой незрелой прозе. Вот смотрите, получается, что у нас писатель сам сознается, признается, что он пребывал в таком двойственном состоянии. Он создавал некий воображаемый мир, восхищался им. И в то же время тосковал от невозможности увидеть его. А мы с вами помним, я думаю, что воображаемый такой идеальный мир, какой-то мир фантазии, мир мечтаний, свойственен авторам, писателям, которые творили в течении литературном или направлении романтизм. Вот это наличие такого идеального вымышленного мира характерно для романтического восприятия жизни. Я имею в виду сейчас такое еще и литературное направление романтизм. Но мы к этому еще вернемся, поговорим о том, что Паустовский, он вообще по своему мировоззрению был литературным, таком был, романтик. Ну и даже печатается в юности Паустовский первый его рассказ. В Киеве как раз-таки в «Лимонахии огни» был напечатан. И даже еще под псевдонимом, да, не под настоящей фамилией, а под псевдонимом К. Балагин. Учился в университетах Паустовский сначала в Киевском, потом в Московском. И, собственно, когда он учился в Москве, началась Первая мировая война. Он работал, из-за того, что он был достаточно юн, он работал то вожатым трамвая, то санитаром на поезде. И, пробыв некоторое время в Москве, начинает он путешествовать, начинает он странствовать. Ездил из города в город, работал на заводах. В Таганроге он стал рыбаком в одной из артелей на Азовском море. И впоследствии говорил, что как раз писателем его сделало море. Там же в Таганроге, когда было свободное время, он писал свой первый роман, который назывался «Романтики». И там таким мотивом этого романа основным была судьба художника, который стремится преодолеть одиночество. То есть, тоже еще такое юношеское произведение, юношеская проза. Тема преодоления одиночества ищет Паустовский себя, свои темы в литературе. Дальше. Время его юности выпало на такие достаточно тревожные и масштабные исторические события, перевернувшие многое в мире. Так, февральскую, октябрьскую революции 1917 года Паустовский встречает в Москве. То есть, он после своих странствий возвращается в Москву ненадолго. Там он работает репортером, вспоминает об этом так. Не спал, не ел, носился по митингам. В общем, судорожная жизнь газетных редакций совершенно захватила меня, а беспокойная и шумная племя журналистов казалась мне наилучшей средой для писателя. Вот мы с вами сталкиваемся уже в который раз с такой ситуацией, с такой историей, когда писатель вырастает из журналиста. Много журналистам, репортерам работал Паустовский. Это, конечно, давало ему плоды уже впоследствии для литературной работы. Но недолго Паустовский опять находится в Москве. Он уезжает в Киев, потом в Одессу, где работает в газете «Моряк». И об этом времени вспоминал он, что попал в Одессе впервые в среду молодых писателей. Ну тогда, правда, в Одессе жило много молодых писателей. Они даже составляли так называемую одессскую школу. Я думаю, вы слышали фамилии Юрия Олеша, Исаак Бабель, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров. Это вот Эдуард Багрицкий поэт. Это вот такая одесская школа. И так Паустовский говорит, что я жил у самого моря и много писал, но еще не печатался, считая, что еще не добился умения овладевать любым материалом и жанром. Вскоре мною снова овладела муза дальних странствий. Так он в кавычках называет муза дальних странствий. Я уехал из Одессы, жил в Сухуми, в Батуми, в Тбилиси, был в Эреване, то есть Ереван современный, Баку и Джульфе, пока наконец не вернулся в Москву. Да, и правда, он много путешествовал, как мы видим, по Кавказу, жил на территории современной Грузии, Азербайджана, Армении, Северной Персии. И возвращается он в Москву. В 1923 году он возвращается, приступает к написанию рассказов. Там выходит первый сборник рассказов, роман «Блистающие облака». Паустовский продолжает свою журналистскую деятельность. Он в 30-е годы был журналистом сразу нескольких изданий. И эти годы наполнены многочисленными путешествиями по стране, уже по стране, уже по России, которые дали материал для многих произведений. И как раз-таки путевые очерки, заметки, которые он писал, они потом выросли в повести. В повести Карабугас и Колхида, где так своеобразно сплеталась и древняя история, и естественные науки, прошлое, настоящее и будущее. Ну вот эти повести и сделали Паустовского знаменитым Карабугас и Колхида. И сейчас немножечко я так вернусь к романтизму. Мы вот начинали с вами чуть-чуть говорить о романтизме и о том, что Паустовского можно назвать писателем-романтиком. Хотя для нас с вами как-то мы, наверное, ассоциируем романтизм, но в первую очередь с началом XIX века. То есть для нас писатели и поэты-романтики – это Василий Андреевич Жуковский, Александр Сергеевич Пушкин в части своих произведений, в ранних-то уж точно. Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот это для нас, конечно же, поэты-романтики. Но дело в том, что хотя, казалось бы, советская эпоха была так сильно настроена на отображение, я имею в виду литературу советской эпохи стремилась отобразить реальную жизнь, такую вот злободневную, актуальную, но при этом многие писатели, советские поэты, обладали романтическим восприятием жизни, то есть была в их произведениях и мечтательность, и описание каких-то других идеальных миров, и даже некоторая сказочность, и описание ярких, таких сильных характеров. А вы помните, что яркий, сильный, не похожий на других характер – это, конечно же, свойство романтического героя. Он должен быть такой вот, и с такой, даже не искрой, кометой целой. И давайте сейчас просто ознакомимся с теми писателями, кого можно назвать романтиками советской эпохи. Александр Грин, автор повести «Алые паруса», Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, поэт, Аркадий Гайдар, автор множества произведений для детей, например, Чук Гек, «Глубая чашка», Тимур и его команда, это вот Гайдар. Максим Горький, а я думаю, что все помнят его рассказ «Старуха и Зергиль», где были две замечательные, совершенно очень такие вот, очень романтические легенды про Данка и про Лару. Юрия Олеша, автора «Трех толстяков». Вот этих писателей и поэтов мы так смело можем назвать романтиками советской эпохи. И таким же романтиком мы можем назвать нашего героя Константина Паустовского. То есть и взгляд на жизнь у него был романтический, и творческая манера тоже тяготела к романтизму. Ну, не во всем, наверное, не во всех, абсолютно всех произведениях, но много было таких романтических. Если вот мы возьмем героев его произведений, очень часто это рассказы и повести у Паустовского много произведений, вот такой небольшой формы, типа рассказов и повестей. Его герои, они воспринимают мир как бы через призму великих произведений художественных. Художественных, причем в самом широком смысле. Это и книги, и картины, и какие-то музыкальные произведения. Герои Паустовского цитируют Пушкина, Батюшка, Беранжея, Киплинга, вспоминают Лермонтова и Гоффмана, Гончарова, Метерлинга, Франца, Бабеля, читают Диккенса и Чехова. То есть его герои – это люди часто, часто. Это люди прекрасных мыслей, прекрасных чувств, возвышенных. Вот определенная такая плеяда его героев. Это люди интеллигентные, тонко чувствующие, тонко воспринимающие мир, не терпящие никакую пошлость, вульгарность, банальность, повторяемость. Это люди с прекрасными мыслями и прекрасными чувствами. И недаром заголовок слайда у нас «Жизнь замечательных людей» в породе Паустовского, потому что очень много Паустовский писал в жанре так называемой художественной биографии. То есть это не такая документальная, основанная строго на документах и фактах, подтвержденных биографией какого-то великого известного человека, а это такое художественное осмысление его жизни. То есть опираясь на общеизвестные факты биографические, писатель может что-то домыслить своё, додумать своё, как-то представить себе, как бы жил, как бы себя вёл, и что бы чувствовал какой-нибудь писатель, поэт, художник или музыкант. И вот таких художественных биографий и больших, ну таких повестей, и небольших, в виде повестей, в виде небольших рассказов, где только может быть там какая-то часть посвящена знаменитому человеку, такого у Паустовского мы увидим много. Вот в 1937-38 годах несколько повестей создал Паустовский об аресте Кипренском Исааке Левитане, это художники, и о поэте Тарасе Шевченко. А дальше уже вот эта галерея образов замечательных людей, она всё ширится. Есть повесть «Жизнь Грина», вот как раз-таки про Александра Степановича Грина с предыдущего, с почти предыдущего слайда, писателя, который написал «Алый паруса», повесть «Алый паруса», я думаю, всем знакомая. Значит, вот «Жизнь Грина», «Поручик Лермонтов», повесть. Пьеса «Наш современник» о Пушкине, рассказы «Старый повар», например, о Моцарте, «Ночной дилежанс» о Бандерсене, «Корзина с елыми шишками», о Григе. Даже вот рассказ «Ручьи, где плещется форель», там у нас безымянный французский маршал и старый музыкант, это всё равно замечательные люди, то есть чем-то примечательные, чем-то интересные люди ещё и другой эпохи. И впоследствии вот все эти очерки, статьи, главы из книг, вот всё то, что писал Пустовский именно о замечательных людях, о выдающихся, знаменитых, интересных, творческих людях, да и не только творческих, и о военных тоже он писал, я имею в виду не только творческих профессий, но также ещё и о военных. Вот эти все произведения, они составили сборник «Близкие и далёкие». Сборник вышел, кстати, в 67-м году, то есть буквально там за год до смерти уже Пустовского, за год или за два. Вот такой вот сборник в серии «Жизнь замечательных людей». Я думаю, что она может быть вам знакома, вот у них такие очень узнаваемые обложки, вот целая-целая серия биографий, называется «Жизнь замечательных людей». Это название серии, и вот много-много существует в этой серии биографий разных известных людей, не только, это не только творческие люди, ну не только люди творческих профессий, там писатели, поэты, художники, музыканты, это и полководцы, правители, или это могут быть учёные, космонавты, инженеры. Вот очень-очень много в этой серии выходит биографий, что называется «Жизнь замечательных людей». Ну здесь, правда, конечно, маленькая такая картинка, но у них дизайн, обложек очень узнаваемый всегда, вот с такими полосками, там обычно белый цвет и какой-нибудь ещё, такие серые корешки. Дальше. Литературная деятельность Паустовского в 30-е и 40-е годы. Опять же, жанр рассказа, жанр рассказа, в котором много работает Паустовский. В 37-м году выходит сборник рассказов для юного читателя, называется он «Летние дни», и это достаточно удивительно, потому что Паустовский себя как-то не считал детским писателем, как-то не писал так прям специально для детей, а тут вдруг получилось создать сборник с произведениями, это в основном о встречах с животными, совершенно замечательные рассказы, очень такие яркие, запоминающиеся, вот «Последний чёрт», «Кот-ворюга», «Борсущий нос», то «Встречи с животными». Они очень часто ещё написаны с юмором, потому что бывает, что эти встречи с животными у героев, они сопряжены с разными комичными ситуациями. В годы войны Великой Отечественной Паустовский работал военным корреспондентом, был на передовой, и, естественно, появляются рассказы его о войне и о переживании военных событий простыми людьми, в том числе «Солдатская сказка», такое «Похождение жука-носорога». Ну, так вот сам писатель жанр определил «Солдатская сказка», и роман о войне «Дым Отечества». И мы с вами почитаем рассказ, вот как раз-таки из того сборника «Летние дни». Рассказ называется «Последний чёрт». Вот кусочки из него почитаем. Очень смешной. Вот смешной и такой добрый. Комичный. И узнаем, кем же был этот самый чёрт, о ком же шла речь. Ну, сразу обратите внимание, я думаю, тут сложно будет не увидеть, конечно же, очень комичным таким персонажем, даже до карикатуры доходящим, является дед Митрий. Один из героев. Дед ходил за дикой малиной на глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны. «Чёрт якобы клюнул деда в ногу, порвал редно, ткань, и набил на колени большую ссадину. Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти на озёрах не водятся, и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может. Большевики извели их до последнего корня». Тут ещё такой лёгкий сатирический оттенок, что большевики неугодный им элемент всячески изводили, в том числе чертей. Но всё же бабы перестали ходить к глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на 20-м году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упрёки бабы отвечали на распев, пряча глаза. «И, милая, ягод нынче нетути даже на глухом озере. Отродясь, такого пустого лета не случалось. Сам посуди, зачем нам зря ходить лапти уродовать?» Деду не верили ещё и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда 10%. Здесь специально ударение даже стоит. Кличка эта была для нас непонятна. Значит, мы знакомимся с дедом, узнаём, что он был чудак и неудачник. Ну, уже то, что он прибежал с озера с порванными штанами и кричал, что там водится чёрт, ну, это уже достаточно забавно. И какая-то у него загадочная, забавная кличка 10%. И вот однажды дед рассказывает эту историю про 10%. То есть это ещё к чёрту не относится. Это пока мы такую... Какая у нас история из жизни деда забавная? Сначала её узнаем, а потом уже будем читать дальше про чёрта, узнавать. «Зато меня так кличут, милок», объяснил однажды дед, «что во мне всего 10% прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья, прямо лев. Как выйдет на улицу, хрюкнет, кругом пусто. Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят на двор не иначе, как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо турецкая война. Крепко дралась та свинья». Ну, слухай, что дальше было. «Залезла та свинья ко мне в избу. Сопит, зыркает на меня злым глазом. Я её, конечно, тяпнул костылём. Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя. Тут оно и поднялось». Он даже говорит сначала, тут оно и поднялось. Ну, как будто бы какое-то чудовище. Оно. «Тут она на меня и кинулась. Шиба меня с ног. Я лежу, кричу в голос. А она меня рвёт, она меня терзает». Здесь тоже, да, видите, написано специально с передачей такого вот говора деревенского. «Она меня рвёт, она меня терзает». И Васька Жуков кричит. «Давай пожарную машину, будем её водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено». «Народ топчется, голосит, а она меня рвёт, она меня терзает». «На силу мужики меня цепами от неё отбили». Цепь – это не слово «цепь», с мягким знаком которой, а это цепь, это сельскохозяйственное такое орудие для того, чтобы молотить лён, делать его более мягким. «В больнице я лежал, доктор прямо удивился. От тебя, говорит, Дмитрий, по медицинской видимости, осталось не более как 10%. Теперь так и перебиваюсь на эти проценты. Вот она какая, жизня наша, мелок. А свинью ту убили разрывной пулей, и на её не брала». Вот такая история. Вся, конечно же, она насыщена преувеличениями и про мощь и лютость свиньи, про то, как её там не могли отогнать, и что от деда осталось не более как 10%, но это такое забавное преувеличение. Ну и, конечно, финал истории. Свинью убили разрывной пулей, и на её не брала. Ну, совсем уже такое фантастическое преувеличение. Может, даже не убивали свинью-то. Вот как-то. Я думаю, что, наверное, всё закончилось хорошо, и для свиньи тоже. И вот наши герои у нас в рассказе фигурирует рассказчик и его приятель Рувим. Они там живут, в этой деревне, и пытаются выяснить, что же это за чёрт, что же там такое случилось. Дед рассказал, что чёрта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого горелого болота. Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завёртка. А какой из себя этот чёрт? Дед заскрёб затылок. Ну, вроде птица, сказал он нерешительно. Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица, не птица, пёс его разберёт. Не сходите нам на глухое озеро. Всё-таки любопытно, сказал Рувим, когда дед ушёл, попив чаю с баранками. То есть наши герои, это рассказчик и его друг Рувин, решили, что надо пойти всё-таки и узнать, что это за чёрт такой был. И на следующий день они пошли с ружьём, взяли с собой деда в провожатые. Он сначала отказывался, но потом попросил, чтобы ему в колхозе за это выписали два трудовых дня и согласился. Но ему сказали, что, мол, ты пока иди, если сходишь в эту экспедицию и у баб вся дури с головы выбьется, то есть бабы перестанут бояться ходить на озеро, ну тогда нормально, тогда, значит, выпишем тебе два трудовых дня. И дед с приятелями отправляются на глухое озеро. Идут они целый день пожарея в таком нагретом солнечном лесу. И к закату выходят они на берег озера. Сидят они на берегу озера, спрашивают у деда, ну где ж, ну там они устроились на ночлег, сожгли костёр. И спрашивают у деда, где ж твой чёрт? Ну дед как-то так хмуро отвечает, что где-то он там, на том берегу должен быть. Ну и все засыпают. На рассвете я проснулся. С осен капал тёплый туман. Дед сидел в костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала. Ты чё, дед? спросил я. Доходишься с вами до богибели, пробормотал дед. Слышь, кричит анафема, слышь, буди всех. Я прислушался, с просонок ударила в озере рыба, а потом пронёсся пронзительный яростный крик. Уэк! кричал кто-то. Уэк! Уэк! В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством. Уэк! Уэк! Спаси, владычица, троеручица, бормотал, запинаясь дед. Слышь, как зубами клятся. Дёрнула меня с вами сюды переца старого дурака. Чубь дед страшно перепугался. Наш герой, рассказчик, растолкал своего друга Рувима. И они поползли к берегу озера, раздвигая камыши, раздвигая кусты. Адди уже начинает светать. Дед прячется там под тулуп и сидит, боится. Мы осторожно поднялись. На чёрной воде плавала громадная птица. Оперение её переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно, а она вся подлинную шею была под водой. Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову, величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как бы приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком. «Пеликан!» крикнул Рувим. «Уэк!» предостегающий ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом. Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок. Тогда я вспомнил о газете. В неё была завёрнута копчёная колбаса. Но это важный факт, потому что они с собой взяли продукты, в том числе копчёную колбасу. И наш герой вспоминает о том, что колбаса была завёрнута в газету, а в газете он видел объявление. Вот он бежит к рюкзаку, вытряхивает оттуда колбасу, берёт эту замасленную газету и читает. «Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица-пеликан. Приметы. Перо розовое и жёлтое. Большой клюв с мешком для рыбы. На голове пух. Птица старая, очень злая. Не любит и бьёт детей. Взрослых трогает редко. А находки сообщить в зверинец за приличное вознаграждение». Вот такая вот абсолютно комичнейшая ситуация. «Этот самый чёрт на глухом озере оказался пеликаном, сбежавшим из зверинца». При этом обратите внимание, как комично само описание этого пеликана. Такое даже, наверное, излишне подробное для газетного объявления. И оно, опять же, комично для газетного объявления, что птица старая, очень злая, не любит и бьёт детей. «Взрослых трогает редко». Это, конечно, такое важное уточнение, но всё равно забавно, что детей бьёт и не любит. «Взрослых трогает редко». И наши приятели, они успокаиваются, успокаивают деда. Дед долго не мог понять, в чём дело. Он молчал, моргал глазами. Потом, когда понял, пошёл с опаской на берег смотреть чёрта. «Вот он, твой леший», – сказал Рувин, «гляди». Значит, дед захихикал, говорит, ясное дело, что это не чёрт, пущай, живёт на воле, рыбку полавливает. Приятели остаются на озере, ну, ещё, получается, на день. То есть это вот пеликан они увидели рано утром на рассвете. И днём они наловили рыбы, отнесли её к костру. Пеликан вылез на берег. «И он посмотрел на деда прищёренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щёлкнул им, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. От костра полетели угли и искры. Чё это он испугался, дед? Чумовой, что ли? «Рыба просит», – объяснил Рувин. «Мы дали пеликану рыбу». Значит, пеликану рыбу проглотил, потом опять начал приседать, топать лапой, пускать искры из-за того, что крыльями хлопал от костра. И дед уже осмелел. То есть, заметьте, что он так боялся пеликана. А тут он уже осмелел, говорит, пошёл, пошёл, значит, бог подаст, нечего тут махать крыльями. Пеликан весь день бродил вокруг приятелей, шипел, но в руки не давался. И как вот наши приятели уходят, пеликан влез на кочку, махал вслед крыльями, сердито кричал. И даже приятели предположили, что он был явно недоволен, что его бросают на озере одного и требовал, чтобы они вернулись. Потому что так вот они рыбу его подкармливали. Через два дня, ну, то есть, наши приятели уходят обратно в деревню, через два дня дед едет в город, находит зверинец на базарной площади и рассказывает о том, что случилось. Из города приезжает человек некий, которого даже автор называет скучным. То есть, из города приехал скучный человек и забрал пеликана. Сходил на озеро и забрал пеликана. А деду выплатили вознаграждение, потому что мы с вами помним, что в объявлении там обещали вознаграждение за поимку, за сведения о пеликане. Дед получил 40 рублей и купил новые штаны на эти 40 рублей взамен порванных как раз-таки пеликаном. То есть, что такой-то уже забавный факт, который добавляет деду некоторого комизма. И дед потом хвастался, говорил, порты у меня первый сорт, об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали, весь колхоз наш знаменитость получил через эту дураломную птицу. То есть, дед хорохорится, достаточно теперь себя уверенно чувствует после всей этой истории, несмотря на то, что он вначале, как мы помним, достаточно комично испугался пеликана и обратился в бегство. И получается, что рассказ начинается с того, что дед порвал штаны, убегает пеликана, а заканчивается рассказ тем, что дед хвастается этими новыми штанами, приобретенными на вознаграждение от зверинца. Такой забавный, добрый рассказ. Мы видим, что и... Дед, конечно, тут такой главный герой. Он забавен и трогателен как раз-таки в этой своей забавности и даже отчасти бестолковости какой-то. Но вместе с тем забавно наблюдать, как дед вначале боится этого самого черта пеликана, потом делает вид, что вообще его не боялся, что, ну, подумаешь, птица. И даже отгоняет пеликана, когда тот совсем уже расхрабрился и стал повторно требовать рыбу. Вот такая история происходит у Паустовского. И я вот хочу обратить ваше внимание на то, что вообще у Паустовского много рассказов о таких встречах с животными. Часто, как я уже говорила, встречи эти комичные, описаны с юмором и с неизменной добротой. То есть, да, казалось бы, вот эта история про черта, она не только смешная, да, то есть мы, конечно, почитали с вами, посмеялись, но в то же время она добрая. Мы увидели какие-то новые детали, какие-то новые подробности вообще в поведении людей, да, в их взаимоотношениях, в отношении людей к жизни. Вот, то есть мы видим, как раскрывается отношение к жизни деда, что он, конечно же, что он, с одной стороны, достаточно так пуглив, с другой стороны, он очень быстро оправился от испуга. И, конечно, очень любит рассказывать разные истории. То есть, то он рассказывал эту историю про свинью, которая уже, понятно, обросла какими-то невероятными подробностями совершенно, да, такими карикатурными, уже неправдоподобными. И наверняка он потом будет рассказывать эту историю про пеликана, которая тоже обрастет невероятными подробностями, да, преувеличениями, вот, и наверняка будет похоже на ту достаточно преувеличенную историю со свиньей. Но дед вышел, можно сказать, победителем в этой истории с пеликаном, которого он принял за черта. Ну вот, друзья, наверное, мы с вами на этом закончим. Почитали мы с вами Паустовского. Повторю, очень советую его рассказы. Очень советую сборник. Это такой сборник рассказов, которые еще называют повестью «Золотая роза». Вот, то есть там можно вообще разрозненно эти рассказы читать, а можно их читать вот как такое единое целое. Все равно они объединены такой лирической нотой, которая у Паустовского присутствует. Вот, ну все, друзья, тогда на сегодня все. Прощаюсь, да, и до новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok